Докладчик, это Артемий Пирожков, он Team Lead в компании AeroChain. Кто слышал про AeroChain, поднимите руки. Да, это бывшее название, точнее новое название компании Aronical, кто слышал. Это наши партнеры, очень перспективная компания. Он не получил AeroChain. Да, я думаю, будет он очень интересно послушать, потому что действительно проект, который просто государственный уровень в перспективе. И я думаю, можно будет много чего интересного для себя подчеркнуть. Артемий, кстати, первый раз у нас выступает, именно он, поэтому мне это тем более интересно. Так, всем привет. Здорово! Ну, расскажу немного о себе вначале, как я пришел в блокчейн. Люди по-разному приходят в блокчейн. Соответственно, вообще, я закончил востоковедние африканистика, корейский язык. Соответственно, я пришел в блокчейн не из России. Мой друг, который занимается профессионально трейдингом, чья история связана с китайской биржей. Рассказал мне еще в июле про эфир и про криптовалюту, когда я был в Южной Корее. И работаю вообще я в IT, два года уже в разных бизнесах. Вот. И я начал это изучать. Не понял вообще то, что большинство проектов все равно, все в них участвуют ради сбора денег, ради сбора игровой стекуляции на бирже. И недавно мне пришло предложение от двух проектов, не буду говорить каких, второй, не буду говорить. Но я выбрал R-Chain. Соответственно, я работаю с ними и занимаюсь продвижением маркетинга. Выбираю нужных людей в команду для проведения маркетинга на иностранной арене. Я подбираю специалистов из Южной Кореи, Японии, Китая, которые будут работать с нами для грамотного продвижения нашего продукта. Потому что в России уже собрана команда, которая подвигает данный блокчейн-проект, как сказать, уже в практическом применении. Потому что это реально работающая блокчейн-платформа. Ее создавал российский программист в течение 3,5 лет. Она работает сейчас, в ней можно зарегистрироваться, в ней можно верифицироваться, в ней уже можно проводить юридически значимые действия. И она первая в мире легитимная. Объясню, что такое легитимная. Если вы пользуетесь эфиром, в основном там все пользователи анонимы. То есть, как бы ни говорили, там присутствует анонимность. Вы можете послать деньги, никто не узнает, кто это сделал. Но в нашей системе посылать деньги, опять же, может анонимно, выполнять юридически значимые действия. Может человек, который верифицировался. Это делается двумя способами. Либо ты посылаешь уже верифицированному человеку, который список будет размещен на сайте, будет приложение по геолокации людей, которые верифицировались. Банковский перевод. Банковский перевод нельзя обмануть. Соответственно, там есть имя, фамилия. Затем вы связываете с ним по почте, и вас верифицируют реально в блокчейн-платформе с фотографией, с вашей информацией. Вы можете заниматься там подписанием договоров внутри системы. Там есть децентрализованная биржа. Вы можете внутри нашей системы проводить ICLO. В нашей системе вы можете вести бизнес B2B, потому что бизнес может зайти в нашу систему по законодательству Российской Федерации после того, как токены будут выпущены на Берн. Соответственно, почему она легитимная? Потому что в системе есть лицензия. Лицензия. Когда вы подписываете ее, вы подписываете ее неквалифицированной, усиленной электронной подписи. Все знают, что такое госуслуги, правильно? Более того, кто-нибудь госуслуги знает? Да, конечно. На госуслугу подпись квалифицирована, потому что ее выпускает государство. Соответственно, у нас подпись неквалифицирована, но с 2015 года в Российской Федерации, а в мире уже давно, она имеет юридическую значимую силу. По 63-му ФЗ, можете посмотреть. Соответственно, когда ты подписываешь соглашение, у тебя появляется СИД, твоя электронная подпись внутри системы. И в нашем блокчейне, если ты ведешь бизнес с кем-то другим человеком, ваша подпись имеет юридическую значимость. Соответственно, вы можете подать в суд на человека, который вас обманул. Серьезно. После ICO будут проводиться показательные суды. Мы планируем проводить показательные суды в Российской Федерации, чтобы все видели, что наконец-то блокчейн, это не просто переход в цифровую эру, а это действительно работающая система, где нельзя удалить документ, переделать, обмануть кого-то. Соответственно, блок отпочковался, все, вы обманули, пришли в суд, показали, это подписано вашей подписью, вы поднимали рецензионное соглашение, значит, вы, соответственно, нарушили данный договор, на вас подали в суд. Платформа уже работает, потихоньку в нее заходят различные люди уже работать в данной платформе. Сейчас создатель платформы в Алматы, он выдает дипломы. В Казииту уже сейчас, в нашей блокчейн-платформе, людям реальные, то есть дипломы университета. Соответственно, платформа рабочая. В ней очень большая технологическая ценность, тем, что она написана, она идет параллельно с эфиром. Это не эфир, это не биткоин, она написана на другой паркосистеме, на другой платформе. Соответственно, мы идем не вместе с эфиром и другими смарт-катрактами, написанными на эфире, которые все сейчас очень сильно инвестируют, а мы идем параллельно. После ICO мы планируем, сейчас также, вчера провели собрание с Алексеем Федоровым, человек, который получил в рамках государственного проекта 400 миллионов рублей от Газпрома, и он сейчас создает квантовый компьютер, который будет направлен на защиту блокчейна. Зачем он пришел к нам? Он хочет вместе с нашим блокчейном попробовать защиту квантового компьютера на нашем блокчейне, чтобы потом защищать его от вскрытия тех людей, которые изобретут квантовый компьютер для плохих целей и будут им использовать. Соответственно, мы сейчас перед ICO и после направлены на создание удобства для пользователей. Сейчас можно скачать полную ноду на компьютер, то есть она написана на Java, ты ставишь пакет Java, скачиваешь ноду, зарегистрируешь себя в блокчейне, и ты сможешь гонять только деньги внутри, ЭРО, монету ЭРО, наша монета ЭРО, ты сможешь ее гонять только внутри системы, но не делать никаких юридических значимых действий. Потом, когда ты регистрируешься, ты можешь делать юридические значимые действия в блокчейне уже сейчас. То есть если ты придешь к нам в компанию, он находится на Тверской 7, в каворке пространства Диа и Телеграф. Там же работает классная компания, с которой мы будем делать сильнейший маркетинг на международный пространство. Это Криптомотор. Мы будем сотрудничать с ними, потому что директор этой компании экс-маркетинга и директор ЦУМа, я думаю, все понимают, насколько сильный маркетинг будет использоваться там. Там же есть Александр Гаркуша, если вы знаете, кто это такой человек, который перевел первый в России white paper Виталика Бутерина на русский язык. Он хочет привлечь моего дядю в Advisor Board, потому что дядя мой является основным теоретиком теории струн по физике в Калифорнийском технологическом университете. Соответственно, он тоже интересуется про блокчейн, а он кумир Александра. И, соответственно, он приедет в июле в Москву и мы будем общаться все вместе с таким научным комьюнити по поводу, как сказать, Advising Board, потому что в Advising Board мы хотим запихнуть серьезных людей, которые изучат наши технологии. Это очень важно. ИСО будет 5 сентября. ИСО будет проводиться. Стоимости фиксированы не будет. Будет, соответственно, количество монет, которые вы получите, будет фиксироваться от того, сколько вы вложите. То есть, от общего процентного вклада вашего. Соответственно, если вы вложите больше, чем остальные, вы получите больше монет. Но мы будем регулировать наибольший вход. Соответственно, там нельзя будет вложить миллион долларов. Но даже если кто-то вдруг создаст бота, который скупит все монеты, то создатель системы это увидит и проведет насильную децентрализацию без отката системы назад в соответствии с работой с биржей. Это реально. То есть, никто не сможет как бы внутри испортить эту децентрализацию. Также у нас мы поддерживаем протокол Proof of Stake Expansion. У нас будет до 100 тысяч форджеров, защитников системы. Ну, то есть, все знают эфир и газ. Но газ это то же самое, что эфир по сути. Вы тратите газ, вы тратите эфир, когда делаете переводы. У нас будет монета Каппул. Она будет защищать пользователей системы от спекуляций внешних. То есть, она не будет зависеть от роста эры. Она будет стандартной за все транзакции внутри системы. А тот человек, у которого будет больше эра, при включенном компьютере, простом своем на видне, может майнить Каппул. Например, там у него 1000 эра, он может с каждого сотого блока собирать всю комиссию себе и тратить ее на транзакции, либо кому-то посылать, либо покупать внутренние валер-монеты. У нас будет внутри децентрализованная биржа. также, что еще сказать, у нас самая быстрая транзакция 159 байт, об этом пишет, ну, я в программной части не силен, но сравнивая скорость транзакции, транзакция монет внутри системы эра будет быстрее, чем в эфире, как я понял. Об этом сказал Дмитрий. Дмитрий писал эту систему три с половиной года, повторюсь, соответственно, он знает ее всю долю поперек. Вот. И сейчас так сложилось, что наша команда, которая не только ICO, даже в основном не ICO, они все партнерились с государственными учреждениями и не только Россия, Казахстан и других СНГ стран для практического использования. Мы долго очень, как сказать, работали в той сфере не для проведения ICO, а для реального применения блокчейна. Поэтому мы сейчас как бы, ну, то есть, о нас мало знают людей, это правда, она знают только те люди, которые хотят использовать систему, частные инвесторы, государственные организации, учебные организации. Но вот сейчас я повторюсь, что я отвечаю за маркетинг и я буду выбирать ту команду, которая будет с нами работать, которая реально умеет проводить ICO и имеет опыт и неудачный, и удачный. И в этой компании криптомотори, соответственно, сидят очень сильные умные люди, физики, аналитики, маркетологи. Соответственно, я привел в компанию AeroChain моего товарища корейца, который увлекается блокчейном, человека из Индии, который учился в Гонгоге и знает, что такое блокчейн, знает, как китайцы выкупали биткоины, его друзья это делали, когда еще был меньше, чем 600 долларов, значительно меньше. Человека из Вьетнама, у которого сильная рекламная СММ-компания в Вьетнаме. Соответственно, маркетинг будет проведен сильный не только на два языка, как все делают, китайский и английский, он будет проведен больше. Также мы привлечем обязательно японских. Сейчас мы купили закрытую базу, не скажем у кого, это 40 тысяч трейдеров японских, профессиональных, которые трейдят и которые интересуются новыми монетами, у них будет рассылка на email на японском языке. Сайт будет переведен на английский, он уже переведен на корейский и на китайский, но будет выложен после полной подготовки сайта со всеми нашими преимущественными к маркетингу. Вы можете уже зайти на aerochain.org и посмотреть его на английском языке. На русском сайта не будет. Будет компания Aeronical, которая представляет в России aerochain.org, вы можете обратиться к ним, то есть к нам, у нас два офиса, вы можете приехать в нашу компанию, узнать, зарегистрироваться в системе, купить на пре-Iceo Aero. Осталось 10% всего, которое можно будет купить. Цена скажи. Цена 60 рублей. То есть мы не завышаем цену, мы не хотим хайпануть, собрать больше денег. В том числе я переводил Николая, человека, который работает с инвесторами, то, чтобы он не выставлял максимальную планку сбора денег на ICO. Последний сюда. То есть он хотел выставить планку сбора денег и закрытия ICO. То есть собрать нужную сумму для дальнейшего усовершенствования цифровой летописи, для работы с квантовым компьютером, для создания мобильного приложения по геолокации верифицированных пользователей. И вот только деньги пойдут на развитие системы, потому что Дмитрий, главный программист, он против каждого, ну как, против траты денег в пустую. Соответственно, сейчас что мы хотим еще сделать? Мы хотим собрать, точнее уже собрали список из топ-спикеров за партнер... Ну, у меня в Новосибирске, так как я в Новосибирске учился, у меня в Новосибирске есть очень крупная компания, которая проводит конференции, и мы проведем блокчейн-конференцию в Новосибирске, обязательно мы это сделаем, или то ICO, или после, без разницы, которая будет направлена на технологию для ученых, потому что Новосибирск это наука град, там будут стекаться программисты, физики, математики, мы хотим провести блокчейн-конференцию с упором на технологию. Первый день будет рассказана основа блокчейна, что такое ICO, криптовалюта, будут рассказаны основы для тех, кто не знает, а второй день будет закрыт, и там будет 50% нашего научного сообщества России, которое обитает в Укадемгородке. Оно придет конкретно на закрытый разговор с теми людьми, кто проводил ICO, и с нашим программистом Дмитрием, который, соответственно, писал нашу программу. Это будет уже разговор не на ICO, не на сбор денег, а разговор на технологию, на развитие, на партнерство с научной точки зрения со всей России к нашу команду. Мы идем по тому пути, по которому прошел интернет, наверное. Все же знают, что раньше интернет, было много браузеров, было много компаний, которые хотели выйти на передовые позиции в мире, но все равно мы имеем Google основной, правильно? Потому что в Google собрались те люди в начале, которые смотрели в технологию. Соответственно, эфир – это не Google сейчас. Эфир – это, как объяснить? Я вот считаю мое мнение конкретно. Эфир сделал возможность писать смарт-контракты. Много людей, которые увидели в этом хайп, пришли и написали смарт-контракты. Хорошие из них есть монеты, есть и плохие, но этот хайп породил хайп среди микроинвесторов и частных инвесторов, которые вкидывают сейчас данные монеты и капитализация рынка увеличивается. И вы заметили, что как бы оно падает, проседает, падает, проседает. Сейчас же биткоин скачет с 3000 до 2000, сейчас до 2500, но никто не может дать внятный ответ конкретно, почему это. Могут сказать, что там новое SEO проводится, кто-то покупает новые валюты, но конкретно, почему это все так прыгает? Ответ один. Люди, маркетинг, человеческий фактор. Соответственно, если сделать грамотную технологию, что мы сейчас пытаемся сделать, у нас даже зарплаты как таковой нет у людей. Кто все собрался в нашей компании, азиаты, это очень интересно, они работают бесплатно. Это большой показатель того, что азиаты, если работают в каком-то проекте, они видят технологию и то, что она выстрелит в дальнейшем, потому что они все, ну, как бы и китайцы, и корейцы, они достаточно развитые и смотрят в ядро технологии. Соответственно, если они идут с нами до конца, они чувствуют то, что в конце проект будет успешен. Соответственно, сейчас мы направляем все усилия на технологию, а не на такой вирусный маркетинг для скупа наших токенов на ICO. Мы пытаемся сделать прикладной бизнес, прикладное применение этой платформы, потому что до сих пор никто легально не работал в какой-то вулчейн-платформе и как бы вот все говорят о Microsoft, IBM, да, вы знаете, почему они, то есть, как они обратились к эфиру. Они же не купили эфир. Им Виталий Кутерин и компания эфиром установила ноды на компьютеры и обучила каждого сотрудника. Соответственно, они так же, как и вы, работали с этим блокчейн-системой, только им это сделали, принесли, нам любви, сейчас поставили. У нас же после того, как токен станет значимым деньгам после ICO, есть возможность оформления юридической компании мат ответственности на человека, который в компании представитель, будь гендиректор, будь это руководитель IT, компания оформляет мат ответственность на человека, он покупает за деньги компании у Эры, у нашей компании токен, и токен присылается ему на кошелек, и он, реально, компания владеет Эрой, то есть, не нодой, а владеет деньгами компания по договору, просто записана мат ответственность на представителя этой компании. Соответственно, мы можем таким путем юридическим дать возможность компаниям реально зайти и работать не около путем вывода денег, как-то через НАУ, через заводы, через биткоин, через черные деньги, мы можем дать чистый проход компаниям работать в нашей программе. В общем, всем мир и все любите технологии, задавайте вопросы, кто хочет. Спасибо. Расскажите немножко про модель монетизации вашей платформы. На чем вы планируете зарабатывать? Ну, будет ICO. Нет, это понятно, а дальше, после ICO. После ICO это закрытые сайдчейны для компаний, которые хотят вылавливать сотрудников, которые берут откаты. Скажу честно, например, компания, я работаю сейчас просто параллельно я веду другой проект найти в компании банки, в Челябинском банке. Они не любят криптовалюты и ICO, директор банка, владелец, мне сказал, Артемий, тут же можно классно сыграть, я возьму вечерных инвесторов деньги, вложу в крипту, сниму сливки, потом он когда-то отдам деньги. Это все фигня. Но когда я ему сказал про R-chain и показал мой R-chain, он сказал директору развития банка поработай с ними на закрытую ноту. Пусть они нам сделают блокчейн, в который мы впустим своих сотрудников, ну то есть это будет тот же блокчейн, но вы в него не сможете зайти как верифицированный пользователь. Они верифицируют свой банк и будут смотреть, кто в банке честный, а кто нечестный. И мы будем... Ну, соответственно, есть документный оборот, будет и чищен сайтчейн закрытым. И что? Ну, это нужно этой компании. Да, это не позволится кому? Снять кэш? В смысле? Ну, все документы будут и чичили. Ну, у нас документы пожалуйста. Но сотрудник возьмет кэш так и вся бухгалтерия будет так. Соответственно, фальта не позволит сотруднику взять бумажные деньги. Бумажные деньги. Фейк-фавая сделка. В чем заключается фейк-фавая сделка? Вы можете говорить о том, что их забудет и это возможность выявления? Ну, они будут переходить в ЭРОС, в электронную валюту. Это прекрасно. Либо в свою валюту для закрытого блокчейна. Это понятно. Это же, ну, отличник будет. Все сделают белую бухгалтерию. Не белая. А что? А где будет не белая бухгалтерия? Объясните. Я вас не понимаю до конца вашу множество. Да. Ну, я влачу тебе 1000 рублей, я влачу тебе 900 рублей влачу с... ну, какой... демокасса. Понимаешь, так, контракт с... Нет? У нас такой... Серая гостаричка. Деньги в чемодай 900 рублей через... Будет две системы, будет DERA и будет наличка... Ну, будет же четко фиксирована сумма договора. Да. Браллельно с этим еще чемодай. Нет, ну тогда получается им придется взять большую взятку. Если установленная будет сумма... Нет, я говорю о том, что будет прозрачная сумма. Например, ну как делается... Заключаются контракты. Заключаются контракты, правильно? Можешь запущить контракт. сверху у тебя будет сделан контракт, твоя сумма контракта будет обозначена руководством. Соответственно, если она будет завышена, ну... Там она... Ну, получается, тебе придется взять свыше сделан с этого. Почему? И весь контракт будет проводиться через эту систему. Ну, он же хоть и в талон проводит. Это будет фиксироваться в любом случае. Сейчас фиксируется. Ну, я не знаю. Я говорю, я тот человек... Могичный контракт вам 5 рублей, не будет за 5 рублей. Я говорю, что показываю. Но если банк заинтересовался в этом и хочет себе поставить эту систему, значит, она будет допиливаться, соответственно, внутренними какими-то новыми доработками. Ну, не так кажется. Что? Деньше подтирать государство. То есть мы, как бы, будем говорить, что смотрите, теперь у нас блокчейн никто ничего не стерил. Ребят, заносите. Так? То есть то же самое, что сейчас. Ну, а как? Блокчейн это в чем? Идея в открытости информации, которая показывана всем. Ну, она сейчас открытая. Пожалуйста, акционерное общество отчитывает. Ну, это просто вопрос. Ну, я не знаю, если есть интерес... Я сейчас не задавливаю, вопрос, я буду... То есть я... Смотрите, вы меня, соответственно, вы меня не можете просто тем задавить, потому... Чем? Потому что это не я буду это использовать, это будет использовать банк, который захочет себе установить. Для чего? Да. Технология в чем заключена? В том, что у нас возможно сделать легитимную подпись внутри системы. Так? Так. Ну, важно втирать. Нет, почему? Потому что пользователь будет не идентифицирован. Будет каждое лицо идентифицирован. Ну, сейчас, смотрите, служба безопасности банка. Сейчас каждое лицо идентифицировано. И что? Ну, я говорю о том, на чем мы планируем развивать внутреннюю систему, правильно? Также мы будем внутри системы будет форжен. Заработок на внутренней валюте. На комиссии. Конкуренты сейчас конкретно. Есть ли конкуренты? То есть мы заточены, чтобы делать легитимную систему, я не знаю, кто еще делает, чтобы система была легитимной. Это опасно с одной стороны делать это. То есть крем-шар-рубль это тема ваша? Нет. Крем-шар-рубль делает параллельно. Он будет да. То есть мы это сделали заранее, он об этом начал говорить, что сказал наш сел, мы идем в правильном направлении. по поводу сайдчейнов это конкретное дело компании. Зачем они будут вставать? Я не могу залезть в эти основные идеи. Значит, мы будем допиливать то, чтобы ну как сказать, человеческий фактор нельзя предугадать. Нельзя его предугадать будущее. Кто возьмет взятку, а кто нет. Правильно? Никак. Сейчас. Это не сделано. Ну вы согласитесь с вами? Я вас слушаю. Ну. Применение кроме взятки какое-нибудь еще расскажи, как вообще это может поменяться? Нет, ну вообще это удобнее. Банковские, есть же разные банковские отделы, разные банковские представительства, удобнее будет делать это все на расстоянии, быстрее. Также, в принципе, нам сказал один аналитик какие-то валюты, он говорит, вы как будто Ripple, вы знаете валюту Ripple, которая может посылать транзакции быстрые, вы как будто Ripple, но вы верифицированы и легитимны. Вот что нам сказал человек. Вы, у вас есть стейк expanded внутри, вы что-то типа Ripple, которое пытаетесь допилить на легитимную среду и добавить еще функции. Вот и все. Соответственно, если банки пользуются Ripple, соответственно, почему бы в Японии банк уже пользуется системой Ripple. Скажите, а что вы обещаете вашим инвесторам в размещении токенов на TSEO? Что вы обещаете? Какие ожидания? Ну, соответственно, 60 рублей я купил на 20 тысяч. Ну, вот вопрос понятно же. Какие ожидания? Ну, соответственно, мы обещаем развитие защищенности системы. Я говорю про квантовый как бы это ни звучало, это очень важно. То есть, это сейчас на самая злободневная как бы сказать вещь, которую все сейчас говорят об этом. То есть, если это создастся, то можно будет взломать лобчейн. Соответственно, мы работаем в сторону защиты, чтобы не было такой утечник в эфире. Это раз. Мы работаем в сторону реального пользования, удобства для людей. То, чтобы они в ответ не дали. Я купил за что? Если больше компаний в университетах и гос структур будет вхарить данный блокчейн, соответственно, курс будет расти. Если эта технология будет действительно применима для людей и для компаний. Так же, как и эфир об этом говорит. То есть, вы даете ожидание по капитализации? Мы даем ожидание от того, что будет рост валют, от ее технологических значений. Это самое главное. О чем говорит наш разработчикам? Вы не планируете это генерировать как проект? Мы получим на ICO деньги. Мы будем развивать ее в дальнейших вещах. После ICO вырастет стоимость? Да, он пойдет на биржу. Он пойдет на биржу. А у вас есть проносы? В команде какой-то финансисты? А у вас вроде есть. коллеги по своему выгодите. После ICO мы планируем выйти на 2 доллара. Выйдите на сцену! Выйдите на сцену! Выйдите на сцену! Николай Никишкин! Просто важный вопрос. Да, да, да. Мы планируем проект на ICO 5 миллионов на 50% на точку нам да, вы пишите на мы планируем собрать минимум 10 миллионов долларов на ICO соответственно показатель цены коина будет 2 доллара соответственно в октябре мы выходим на биржу и там скорее всего будет банк еще в 3-4 вот это подсвежит про спекулянцию ааа если у вас пророст по бирже важный вопрос не простите ты почему пойдем это скорее всего притоф коин и коин коин а почему а почему вы расти будете вы сами себя будете откупать на рынке или как понятно почему вы будете прости то есть мы знаем только их продюсируют то есть 5-ти сил и 7-ти 7-ти 9-4 эволюста будет да ну у нас например мы рассчитываем на азиатский рынок мы будем проводить маркетинг Япония Корея и Китай то есть у нас есть комьюнити менеджеры есть переводчики будут байтпеперы на эту всю историю и мы будем делать азиатские азиатские и за счет генерации и за счет генерации и за счет модель монетизации какая модель монетизации сокращения расходов на введение документов у и за счет и за счет азиатские давай как технический дюрек расскажешь давайте например если мы акционерное общество мы проводим голосование среди акционеров выпускаем бланки рассылаем и потом собираем проводим анализ и все истории у нас в нашей блокчейне вы можете выпускать любые бланки проводить голосование вы исключаете посредник вы исключаете гимнажные волокиты почему платят то есть компании вам платят за украшение еще раз они не нам платят они среде платят и людям которые поддерживают среду нет они платят только комиссию за транзакции но это ваша компания есть и 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 Еще вопрос, о таком блокчейне выпускают Это самый важный момент Извини, пожалуйста Еще вопрос На одном из прошлых этапов Были вступление о ребятах Супербанка Они говорили, что они свой блокчейн подняли И транзакции были бесплатные В прошлый раз они смотрели Мои сделки себе ставим Да, 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 и внутри Транзакции бесплатные Кто не знает, написан на чем Я отвечу, как пользователи будут платить И почему будут сокращаться Внутри есть две валюты ЭРО и КАМТОР КАМТОР и КАМТОР Чем больше у тебя ЭРО Чем больше ты получаешь КАМТОР Это называется И ты плачешь за транзакцию В КАМПУ, а не рубля Смотри Мне кажется, как раз был второй вопрос А почему вы выбрали ПОС? Почему вопрос ВОВСТЕМ? ВОВСТЕМ со спадем У тебя его спадем Сделали большое количество ПОД Почему мы выбрали ПОС? Почему типа выбрал ПОС? Ну давайте я расскажу Я технический директор АПОЛЕРА И могу немножко объяснить Почему мы взяли ПОС, а не ПРУФОВ ВОРК? Что вышло с ПРУФОВ ВОРК? Биткоин В конце концов китайские майнеры Там 5 или 10 бит Заняли 80% рынка Что происходит? Деньги взяли систему Мы специально ПРУФОВСТЕЙК Это доля Мы взяли специально деньги Но разработчик сделал так Что не может Одно лицо взять Больше 10% У нас протокол не работает Он начинает Не давать Дальше расти Поэтому мы взяли Заранее деньги Но специально Сделали децентрализацию Когда начинался наш блокчейн Он пошел 23 февраля 2017 года В 13 часов 17 минут В залп Пушки Авроры То мы сразу раздали 100 первым форжерам Всю нашу возможность Держать децентрализацию И сейчас продолжаем эту деятельность Максимально распыляя суммы Даже если я владелец Вот у нас Дмитрий является владельцем Он всю свою сумму Раздал в долг другим Чтобы они форжили Это как если я владелец таксопарка Я раздал машины Чтобы они у меня ездили И не стояли Чтобы они приносили прибыль Ответил? Следующее Я могу рассказать немножко О тех перспективах Которые мы будем делать Вот смотрите Вот кто знает Как работает вообще технология блокчейн Это вообще говоря Технология торрента То есть заложена система Распределения Файловых ресурсов По разным машинам Все знают проблему Все работают с далеким торрентом С какими-то нодами Мы как только выиграем ICO Получим денежку Мы вложимся Мы нашли команду Которая нам позволит Пример Есть у меня большой дом И я качаю какой-то фильм И весь дом хочет качать фильм Все нагружают ту линию Которая к этому дому идет А что осталось Если у меня соседний компьютер Уже смотрит фильм Осталось соседнего компьютера Раздать другим Таким самым Мы создаем новый тип торрента Для нашего блокчейна Мы его сделаем Если у нас будут инвестиции И это позволит усилить И ускорить работу Нашего блокчейна Потому что мы поменяем Технологию блокчейн В режиме торрента У нас будет свой написанный торрент Мы берем Это не голословные слова Мы берем технологию Которая уже разработана Видео Вот сейчас мы будем перекладывать Но это будет стоить денег Наверное 50 миллионов рублей Но мы это сделаем А чем лучше торрент? Повторите Это будет торрент другого типа Когда твоя локальная Ты Организация в локальной системе Будет отмениваться внутри И не используя Удаленный канал провайдера Это ускорит работу С каналом провайдера Будут работать 3-5 машин А все остальные в сети Будут продолжать Сейчас всех выбирают Будут еще локальные А вот вы еще не знаете проблему Когда тысячу компьютеров Хорошо Когда миллион А когда полстраны Миллиард Например далекий регион В России Где-то Туда вряд ли Сотня провайдеров Но там есть хорошая линия Которая 100 клиентов обеспечит А остальным тысячу Которые там находятся Вот сразу начинает проблему Узкое место Горлышко Мы его решаем За счет нового варианта Торрента для блокчейна Еще вопрос А прибыль Прибыль Доварный Торрент Транзакций Теперь про прибыль Вот сейчас расскажу про прибыль За счет того Что у нас Две сущности активов У нас сущность активов Эра идет вверх Потому что Интересно А вторая сущность актива Это Компу мы ее называем Она не растет вместе с Эрой Но она является движком Для создания транзакций Транзакции Чтобы не забанили систему Должна быть Какая-то Трудность Чтобы ты не давал Тысячу писем То есть Каждое письмо Должно что-то стоить Вот эта стоимость Эры ты должен использовать И вот А форжеры Кладя блоки Эту Эр Кладя блоки Эту компу генерят И получается Те кто Натальюза Которые пишут документы Компу тратят И у них не хватает А форжеры Богачи Которые имеют Компьютеры Эту компу рожают Как теперь Значит Этот Форжер Отдает Компу Нотариусу Или там кому Любой фирме Организации И вот происходит И вот если вы будете Хозяином Вы конечно Не хотите заниматься Ничем Вы вложили деньги Взяли машины Ноты У вас там рожаются Эти компу Помимо того Что еще Эра растет Но эту компу Вам не нужна Вот у меня ее очень много Потому что я занимаюсь Подключением машин У меня она рождается Я не занимаюсь Документами Я готов ее продавать Тем Кто вот Если вы будете Нотариусом Если вы будете На любой фирме Теперь давайте еще По договорам Сколько у вас Повторите Уровень входа Заграничивательного Значит Ну есть такое Мы решили правило Такое ввести 100 эра Вам позволяет Персонализировать людей Минимальный уровень входа Ноль То есть Если мы вас регистрируем Я хочу Сколько 9,9% Всех Наших Ну давайте Мы выпустили 10 миллионов эра Значит Вы можете взять 100 тысяч Сколько Сколько Скажем на эру 50 рублей Сейчас 60 Вот примерно У нас 60 миллионов 600 миллионов Сейчас у нас Капитализация Сколько Эра Нужно Чтобы Работать По Сто 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 Повторите Вопрос Вы можете Вы можете Сто Это Сто Но Вы будете Только Получать Каждый Сто Тысяч Глоб Если Например Умеешь 10% Всех То Получается Каждый 50 У кого Больше Эра Тот Часики Не Глоб Больше Сто Глоб